Одно из самых типовых писем, получаемых мною в огромном количестве, это короткое, поэтому я его быстро зачитаю. В данный момент я обучаюсь на третьем курсе экономического вуза. Диплом, который, как я смотрел, не котируется в странах Европы и, собственно, на неродном мне языке, я его подтвердить не смогу. Поэтому, по сути, я по меркам Европы и без высшего образования. Есть ли такие варианты по иммиграции, не имея какой-либо специальности? Этому молодому человеку я посоветовал все-таки, если он обучается в российском вузе, попытаться, пока он молодой, использовать свой возраст для того, чтобы поступить в немецкий университет. Мне также пишут очень многие родители, у которых дети либо поступают сейчас в российские вузы, либо уже обучаются. И они уже пришли к мысли, что российские дипломы не котируются, как и этот молодой человек. Образование в России липовое, да, именно так, образование на очень низком уровне. Учебники часто мне описывают 50-60-х годов. Делается вид, что ребенок там учится. На самом деле никаких знаний не приобретается. Плюс очень многие университеты в России оплачиваемые и дорого оплачиваемые. При этом дети бьют там баклуши, никто ни в чем не заинтересован. Принцип такой, получил бумажку, дальше делай, что хочешь. При этом очень многие выпускаются с мыслью, что если они имеют российский диплом, то их должны по какой-то причине принять, работать, а еще и лучше с распростертыми объятиями в Европе или в США. Чего давным-давно в Европе не делают, потому что все то, что я перечислил, они прекрасно в курсе, что такое российское образование. И поэтому зачастую очень многие российские дипломы сразу вычеркиваются, выбрасываются. Одним словом их не принимают. Либо требуют подтверждения, что опять же очень длительная процедура, зачастую обозначающая, что обучение придется начать снова в Германии. Поэтому забудьте, если вы думаете, что вы закончите какой-то университет в России, вы вдруг окажетесь ценным специалистом. Если у вас нет природного таланта, ну, например, вы талантливый программист, то все ваши дипломы, а мне, например, пишут и врачи, которые сейчас, уже через много лет практики, понимают, что они давно отстали от европейских врачей, инженера, которые отстали от европейских инженеров. И эта история будет усугубляться и усугубляться с каждым годом. Можно сделать отдельно 10 роликов по пункту того, какое количество профессоров уехало. Просто некому преподавать. Плюс нет научной базы. Плюс уровень образования еще на стадии школы очень низкий. И прочее, и прочее. Даже МГУ, которым принято гордиться, находится там на какой-то 170-й позиции по всем университетам мира. Одним словом, российское высшее образование. Это, извините, ЛИПА. Но, тем не менее, есть шанс, если вы уже поступили в российский ВУЗ, перевестись как можно быстрее в один из немецких ВУЗов. В чем преимущество конкретно немецких университетов? Что Германия одна из немногих стран, где образование бесплатное? И второе. Германия больше всех заинтересована в привлечении молодых людей. В год в Германию приезжает 250 тысяч иностранных студентов. То есть четверть миллиона. Это очень много. Германия занимает третье место в мире по количеству иностранных студентов. Другими словами, бесплатное образование, хорошая цивилизованная страна, плюс желание принимать иностранных студентов, делает Германию одной из самых привлекательных стран в плане обучения. И все, что вам нужно для этого, и опять же мы снова и снова возвращаемся на круги своя, естественно, знание немецкого языка. Нужно еще знать, что для поступления в университет, если вы, например, учитесь уже в Германии, ну скажем, вы здесь закончили школу, представьте, не нужно сдавать вообще никаких вступительных экзаменов. Это тоже очень большой плюс, который, по-моему, в России до сих пор отсутствует. То есть немцы считают, что если ребенок получил среднее образование здесь уже в Германии, он ничего больше доказывать не должен. Всех принимают на первый курс, а дальше смотрят, тянет или не тянет, остается или отчисляется. Для иностранных студентов, тем не менее, нужно сдавать небольшой экзамен, и все эти экзамены так или иначе крутятся вокруг немецкого языка. По большому счету, если вы сдадите немецкий язык, вы можете считать, что вы в Германию поступили. Итак, если вам до 27 лет, если вы обучаетесь в российском ВУЗе, и вы уже поняли, что ваше образование липа, или до вас дошло, что ваш диплом потом никому ни в Европе, ни в США не нужен, попытайтесь перевестись в немецкие университеты. Попадите в число этих 250 тысяч. Это достаточно большое число. Что для этого нужно сделать? Первое и самое необходимое, я сейчас не затрагиваю вопрос, что вам нужно начать учить немецкий язык, это само собой разумеется, но если вы все-таки его уже учите, вам нужно сдать так называемый тест DAF. Тест DAF переводится тест, понятно, переводить не обязательно, DAF. D большая, а маленькая F большая обозначает Deutsch als Fremdsprache, то есть немецкий как иностранный язык, или немецкий для иностранцев. Этот тест сдается один раз, и дальше пересдавать его не нужно, в этом его преимущество, вы можете воспользоваться ими через 2 и через 3 года. Дальше этот тест принимается во всех университетах Германии, то есть один раз сдали и поступайте в любую точку, в любой университет. Этот тест разделен на 3 уровня, так называемые TDN3, TDN4 и TDN5, соответствуют уровню знания языка B1.2, C1.2, то есть те, кто уже изучает немецкий, знают, что A это анфина, то есть для начального, B это базис или уровень, которых называется самостоятельный, и C это продвинутый уровень. Эта общепринятая шкала Европейского совета соответствует всем языкам. Когда вы сдаете этот экзамен по сложности, если вы достигаете уровня TDN4, вы можете беспрепятственно начать обучение вузах Германии, само собой разумеется, при соблюдении остальных предметных и юридических требований. Имеется в виду, что вы собрали все документы, у вас нет судимости и прочее разное. Если вы сдали TDN3, что обозначает базис Айнс, то есть вы находитесь на среднем начальном уровне, то вы тоже можете поступить во многие вузы, ну скажем так, некрупные или провинциальные высшие учебные заведения. Но даже если вы закончите среднестатистический университет или Hochschule здесь в Германии, все равно этот диплом будет гораздо лучше котироваться соответственно в самой Германии и за ее пределами. Поэтому даже если вы ставите небольшие цели, не обучение в Берлине или в Мюнхене, а обучение где-нибудь в Ландау, в Казислаутерне, в Трире, в небольших городах, это тоже неплохо. На самих сайтах университетов обычно стоит для иностранцев какой уровень тест-дав они требуют, или TDN5, или TDN4. То есть это обозначает для вас, должны вы обладать уровнем B1-B2 или продвинутым уровнем C1-C2. Эту информацию ищите на страницах самих университетов. Снизу я даю вам ссылки, где вы можете вообще в целом получить информацию об обучении в Германии. Сейчас конкретно о тесте. Тест разделен на четыре части. Первая часть это чтение. Второе аудирование, то есть возможность слушать и понимать. Третье это письмо, вам придется написать небольшое сочинение или изложение. Четвертое это мундлихе шпрахтес, то есть разговор. Разговаривать вам придется не с человеком, а с роботом. То есть это программа, человек сидит напротив компьютера и происходит некий диалог. Здесь вы видите сколько времени дается, 30 минут, 80 минут, 9 минут и так далее. На самой странице test.daf даются примеры. Плюс есть специальные учебники, по которым вы можете подготовиться. И там будут примеры множества разнообразных тестов. Я еще не встречал ни одного примера. Но может быть эти люди, которые делятся, это уже студенты Германии, которые бы сказали, что я не сдал тест совсем. Или говорили люди, что не сдал с первого раза, сдал со второго и так далее. Но в основном 80% из того, что я прослушал, люди говорили так. Я усиленно готовился, не ожидал, тест оказался проще, чем я думал. И я сдал на полные пятерки. То есть тест ТДН-5. И с этим тестом дальше вы пишите прошение в университет, прилагаете туда сертификат о сдаче теста и ждете приглашения в университет. По приезду в университет вы получите свое место в Штудентенхайм как общежитие. Либо вас как-то разместят, либо вам помогут снять Штудентенвонинг, то есть квартиру. И дальше вы будете обучаться. В разных университетах оплачивается семестр киплюран. Это раз в полгода небольшие деньги, которые уходят на оплату проездного. И пользование библиотекой, например, это небольшие деньги. Но в основном, в целом, обучение в Германии, повторяю еще раз, бесплатно. Да, если вы получаете приглашение от университета, с этим приглашением вы идете в ближайший консулят или представительство Германии в вашем городе, подаете это прошение, получаете студенческую визу и благополучно приезжаете в эту страну в любой удобный для вас момент. Вы можете начинать семестры. Здесь есть осенние и весенние. То есть обучение начинается либо с октября, либо с апреля. Это такая система. И вот в один из таких семестров вы можете приехать и начать свое обучение. Дальше обучение зависит от факультета, от выбранного предмета. Иногда вам достаточно будет набрать 6 семестров, иногда 8-10 и так далее. Причем вы можете достаточно долго учиться. Вы можете сами для себя выбирать нагрузку, быстро сдавать все экзамены и продвигаться, либо растягивать это в самом процессе учебы. Между вы можете уехать, например, на Ausland-практикум, то есть вы можете уехать в другую страну и год поработать, скажем, для изучения английского языка в Соединенные Штаты, в England, то есть в Гроссбритании. И это считается плюс для вашей студии. Одним словом, если вы уже поступите, то необходимости возвращаться в вашу страну у вас фактически нет. Вы будете продлять визу, вы будете ее получать, затем будете искать практику рабочее место здесь или в Европе, так как ваш диплом котируется по всей Европе и по всему миру. Получите свою рабочую визу, наберете 8 лет проживания в Германии, можете получить гражданство, либо через 5 лет проживания, а это все равно происходит в процессе обучения, вы можете получить Aufenthaltserlaubnis, что значит ПНЖ. С этим статусом, не будучи гражданином Германии, вы, тем не менее, можете всю жизнь прожить в этой стране. Немножко напрягайте свои мозги, заставляйте учить себя немецкий язык или еще лучше подружитесь с немецким языком, пусть вам понравится этот язык и через это приезжайте, учитесь, оставайтесь. Первый камень для того, чтобы продвинуться, называется этот камень TestDAV. Итак, вот сама страница TestDAV, то есть официальная страница. Здесь все предельно понятно. TestDAV термины, самое главное. То есть какие в этом году термины и до, вплоть до ноября 2019 года. Дальше TestDAV for BeWritung. Эта подготовка очень важна. Здесь, во-первых, рассказывается все, как это будет, а дальше есть примеры. То есть модель, зац, модель, зац, примеры. Вот мы сейчас любой возьмем, например, и соответственно сразу представляется полностью Test. То есть что для чтения лезет, для херн, для шрифтин, то есть что писать придется и как это выглядит ментлья. То есть разговорной речью возьмем, что мы можем посмотреть в данном случае. Вот херн, например, как ответственно вот он. Так, это выглядит. Я просто в качестве примера это привожу, да? Ну и анмельдум, то есть записаться. Вот онлайн вы можете это сделать. Вот тут интересная информация. Сбоку выбираете свою страну. В данном случае это, соответственно, Русиша Федерацион. И вот тут университеты и места, где с сертификатом вы можете сдать этот тест. Что обозначает, во-первых, вот эти знаки. Зеленые, это обозначает, что 30 мест еще свободно в этом году. 5, 19, 10 и так далее. Штрихи красные обозначают, что уже достаточно набрано на эти термины участников. Но вы можете подать заявку. И вот тут смотрим, какие есть университеты. Вот я читаю Хабаровск, Архангельск, Барнаул, пожалуйста, Иркутск, Екатеринбург, Калининград, Казань, Кемерово, Москва. Достаточно крупные все города. Ну и вот посмотрим Екатеринбург, например. Значит, Екатеринбург. Что здесь? Уральский федеральный университет Екатеринбурга. Контакт фрау Галина Лукина. Телефон, ее имей. Вот она пишет сразу, что 19 июля 2018 года. Следующий термин. Как нужно провести оплату. Стоит этот тест от 180 до 200 евро. То есть сначала вы платите, вернее, сначала вы записываетесь, платите, потом приезжаете на термин. И сейчас посмотрим, значит, это Екатеринбург был. Вот, пожалуйста, в этом году еще 19 мест свободных есть. То есть вам даже не нужно ехать куда-то в Германию, а в один из этих крупных городов приехать, сдать спокойно этот тест. То есть понятно, да, алгоритм очень простой. Вы учите немецкий язык, вы находите один из крупных центральных городов, где есть возможность сдать эти тесты. Вы проходите их, если не в этом году, то в следующем году. И, соответственно, с этим сертификатом, соответственно, тому, какого уровня вы достигли, продвинутого, среднего и так далее, ищите тот университет в Германии, где этот уровень соответствует. Если вы вообще сдали на пятерку, на очень высокий уровень, то вы, не заморачиваясь, просто выбираете город, где вы хотите учиться, и туда едете и поступаете. Свои результаты после теста вы узнаете в течение шести недель. Одним словом, все не так сложно, как кажется, и, как вы видите, единственная дорога для того, чтобы попасть сюда и учиться, называется просто немецкий язык. Субтитры создавал DimaTorzok